Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители 19 Русинфо. Сегодня у нас в гостях руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Бхакайси Евгений Владимирович Мамайев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были у нас в редакции совсем недавно. Вы комментировали итоги совещания, состоявшегося в Комитете по бюджету в Верховном Совете Республики. Обсуждалась ваша инициатива о повышении налога на добычу полезных ископаемых в Республике. Она вызвала неподдельный интерес среди нашей читательской аудитории. Комментаторы буквально завалили нас своими обсуждениями, мнениями. Некоторые вас поддерживают, некоторые критикуют, некоторые задают вопросы. Часть из них действительно заслуживает внимания. Мы знаем, вы познакомились с этими комментариями и вам есть что сказать. Да, все изучил. То есть есть такие интересные в мой адрес. Я уже потом зашел под своим официальным аккаунтом, с подтвержденной личностью. То есть говорю, что если есть вопросы, задавайте или там в соцсети мне пишите. Ну почему-то растерялся так. Народ в основном, да, хотя звучали там различные критические. Ну вот как вызываешь человека уже на контре, ну давай предъявляй лично что-то, да. То есть ну по кустам разбежались. Но тем не менее ряд комментариев по существу достаточно интересных и важных тоже прозвучал, которые говорят о том, что ну действительно есть непонимание, то есть о чем речь вот именно в деталях и каким последствиям это приведет и для бюджета, и для ЖКХ, то есть это угольотопление. И действительно, то есть надо эти вопросы светить. Спасибо, что пригласили. То есть вот я выписал такие вот прям существенные вопросы. И вот по ним предлагаю пройтись. Ну в первую очередь, наверное, такой вот момент для людей, для населения важен. То, что прозвучало опасение, что повышение НДП на уголь, ну приведет сразу же к подорожанию счетов за ЖКХ. Тепло, горячее водоснабжение автоматически вырастет, потому что вырастет налогоблажение добычи угля. Здесь сразу же скажу, что это не так. То есть предложение звучало в отношении повышения НДП на каменный уголь конкретно. То есть не просто на уголь как таковое, а именно в отношении каменного или энергетического угля, которого добывается в Хакасии и который в основном идет на экспорт. На внутреннем рынке в России котельные в основном используют бурый уголь. Он менее калорийный, в нем больше пустой породы, его невыгодно поставлять за рубеж, потому что значительная стоимость конечной угля это транспортной перевозки, услуги РЖД. И когда переводится пустая порода, стоимость калорий именно в угле существенно дороже для бурого угля, чем для энергетического. Поэтому бурый уголь, его так еще называть недозрелым углем, идет на внутренний рынок, на котельный, на частный сектор. Энергетический уголь это валютная выручка, так вот еще в советских времен сложилось, что это черное золото. Это источник валютной выручки для страны. Это идет на экспорт. Поэтому, когда мы говорим, что повышается НДП на камень, вот этот энергетический уголь, это не касается внутреннего, скажем, нашего потребления угля, вот этого бурого, в основном, который у нас потребляется внутри страны. И, соответственно, не приведет к подорожанию стоимости тепла, горячего водоснабжения для населения. То также звучало опасение, что НДП повышается, да, нефтяники, газовики не дадут это сделать. Здесь тоже надо сказать, что НДП это не такое, вот просто НДП как налог на прибыль, да, ставка 20%. А НДП, он устанавливается для каждого полезного ископаемого в отдельности. То есть для нефти, для газа свое, там, для угля свое. И дальше он делится, там, антрацит, коксующийся уголь, бурый уголь и прочее, там, угли, да, куда каменный попадает. И так далее, там еще идут на другие полезные ископаемые. Поэтому уголь отдельно, нефть отдельно. Это не связаны между собой вещи, и нефтяники, газовики здесь никак не затронуты их интересы, поэтому препятствовать они не будут. То есть относительно вот схемы, то есть в чем плюс НДП в сравнении с налогом на прибыль, то есть, я думаю, надо пояснить. Учитывая, что сейчас ставка НДП низкая, это 28 рублей, да, бюджет в республике Касси, там, 18 рублей получает, то есть, ну, такие смехотворные, да, суммы, с тонны добытого угля. Основным источником поступления от угледобычи в бюджет региона является налог на прибыль от угледобывающих предприятий. Но с ним, как вот уже, наверное, неоднократно звучало, Владимир Николаевич Тагашев периодически эту тему поднимает, озвучивает, да, там, и в Совете Федерации, там, на других площадках федеральных. То есть, остро стоит вопрос о объемах, уплачиваемых различными разрезами в бюджет республики Касси. То есть, один разрез показывает, там, допустим, ну, грубо говоря, там, 200 рублей, да, какой-то год, другой год, 60 по налогу на прибыль. Соседний разрез показывает, там, убыток, да, или, там, 11 рублей прибыли, ну, в расчете на тонну, или минус показывает. Если мы посмотрим данные статистики, у нас хронически примерно четверть угледобывающих предприятий являются убыточными. Вот из года в год у нас идет, вот, 20-й год, по-моему, даже по 50, около 50% убытки показывали. То есть, вот такая вот цифра идет из года в год. То есть, вот они убыточные и убыточные, да, но при этом добыча угля у нас в регионе растет, да, то есть, вот, в здравом уме, то есть, работать в убыток годами, да, ну, кто станет, да, то есть, это же частный сектор, это не какая-то, там, социальная поддержка, там, да, то есть, некоммерческая организация, которая, вот, лишь бы, там, рабочие места дать, да, то есть, это бизнес, на котором зарабатывать должны, да, и говорить о том, что он годами работает в убыток, вот, глядя на данные статистики, ну, это вызывает, конечно, очень большие сомнения, то есть, правдивость этих цифр. Ну, прекрасно понимаем, в прессе звучат достаточно много информации об оффшорных различных схемах, еще каких-то, там, переносит центр генерации прибыли, там, даже можно с угледобычи, допустим, на транспортную часть перенести, да, то есть, услуги по добыче, там, через какую-то транспортную компанию, не тысячу рублей платить, а три тысячи рублей, да, и там прибыль генерировать. Юридический адрес, допустим, в Москве зарегистрировать, и там уже платить налоги республики, ничего получать, поскольку существенного не будет. То есть, схем различных с налогом на прибыль, законных схем, которые ведут к тому, что бюджет республики Хакаси получает, ну, несправедливо низкий объем доходов от добычи угля, их достаточно, и сломать эту систему, к сожалению, ну, практически, наверное, сейчас, в ближайшие годы невозможно, потому что налог на прибыль, этот налог, он касается сотен тысяч предприятий, миллионов даже предприятий по всей стране, то есть, туда вторгаться, то есть, ну, это приведет к колоссальным последствиям, и вот, ну, очень маловероятно, что там какие-то серьезные будут изменения внесены. Когда же мы говорим о НДПИ, то есть, здесь налог взимается с факта добычи полезного ископаемого на конкретной территории, в бюджет конкретной территории. Вот добыли вы в Хакасии тонну угля, пожалуйста, заплатите в бюджет, да, то есть, ну, другими словами, можно сказать, что это та цена, по которой предприятие покупает уголь у государства. То есть, вот государство владеет запасами угля, они лежат там в недрах, да, ну, на складе, да, грубо говоря, так вот можно так вот представить, что вот они лежат, да, то есть, и вот приезжает покупатель, говорит, я хочу вот угля у вас купить, и у меня есть покупатель, я вот ему перепродам. Хорошо, давай работаю. То есть, по чем покупает предприятие? По 28 рублей, да, и вот в республике 18 рублей за тонну оставляет. То есть, если мы сейчас посмотрим, ну, текущие цены, какие у нас на рынке, то есть, да, было действительно падение цен на уголь, существенно, до 40 с небольшим долларов. Если говорить о фьючерсе API2, почему я на него ориентируюсь? Потому что, ну, 90% мировых цен на уголь привязаны к этому фьючерсу и являются производными от него. То есть, если он двигается, то и остальные цены на рынке, как правило, на все виды угля, они вслед за ним двигаются. Ну, я не говорю там о коксующейся, это отдельная тема, но вот именно для энергетики, которая используется. И вот сейчас цена угля на бирже 68 долларов за тонну, курс у нас доллара 73-68, перемножаем, да, то есть, получается стоимость тонны угля около 5000 рублей. То есть, это вот у нас такая вот цифра, но это уже в точке, скажем, на бирже, да, то есть, необходимо еще довести до туда уголь, это у нас затраты РЖД, мы понимаем, что они не маленькие, да, но, тем не менее, вот 5000 рублей выручка, да, то есть, сколько из этого получает республика за свой товар, который вот она продает по всей этой цепочке, да, вот 18 рублей республика какая-то получается. То есть, дальше там где-то генерироваться прибыль должна в теории, с которой должно там поступать 17% бюджета республики. На каком этапе будет сгенерирована прибыль? На разрезе, у посредника, в офшоре, еще где-то, то есть, к сожалению, мы этот процесс контролировать не можем и заставить платить, скажем, там, всю, весь объем прибыли, который мог бы быть получен, да, то есть, если разрез продал бы напрямую, допустим, конечному покупателю по, там, по 5000, но мы тоже заставить не можем. И отсюда вот у нас и рождаются вот эти цифры, когда один разрез платит столько, а другой показывает минуса, да, то есть, используя различные законные же схемы. Вот это вот использование НДП позволяет локализовать вот именно в Хакасии, да, то есть, заставить угледобывающее предприятие платить какую-то справедливую сумму конкретно в бюджет республики Хакасии, да. Здесь встает вопрос, правильно, как вот читатели, комментаторы ставят, да, то есть, а вообще, какой подход использован к определению суммы, которая будет взиматься, ну, вот именно по схеме НДП, то есть, в том варианте, который подготовил Минфин, после нашего обращения, звучит цифра 480 рублей в тонну. Как я уже говорил, то есть, на мой взгляд, эта цифра, ну, достаточно большая и неподъемная в текущих условиях для угольщиков. И вот такая вот жесткая ее фиксация, да, она непродуктивна, потому что цены на уголь, ну, действительно, они вверх-вниз плавают, то есть, когда, если, допустим, даже при текущих ценах, вот, 68 долларов за тонну, а цена доходила до 100 долларов, вот, еще недавно, в 2018 году была, то сейчас угольщики эту цифру, конечно, 480 рублей, скорее всего, не потянут. И они легко докажут, что эта цифра неподъемная, и принимать такую цифру ни в коем случае нельзя, она похоронит отрасли. И только придется развести руками и сказать, ну, действительно, что это за цифра такая, да. Мое предложение состояло в чем? То есть, установить не жесткую цифру, а дать регионам право устанавливать дополнительно, пусть эти 24, там, 28 рублей остаются, какие сейчас есть, но дополнительно регионам дать право устанавливать НДПИ еще дополнительно до 10%, до 10, то есть, речь не о том, что вот 10 и все, да, а до 10% от мировых цен. То есть, если мы понимаем, что себестоимость, допустим, у угольщиков, там, ну, грубо говоря, там, 45 долларов добычи, да, там, с транспортировкой, то при ценах, те же самые, там, 50 долларов, да, то есть, они, грубо говоря, ничего не получают, там, какие-то небольшие, там, в районе нуля, да, то есть, мы понимаем, что дополнительно мы с них ничего взыскать не сможем, да, они выйдут в минусах, ставка, там, ноль или, там, сколько-то, там, там, несколько рублей, так, символическая, да, какая-то. Если мы понимаем, что цена на уголь 100 долларов, да, они получают 50 долларов, грубо говоря, прибыли при текущем курсе, это 3,5 тысячи, ну, почему бы вам не платить те же самые 10%, там, ну, или, там, сколько-то, там, 5%, да, то есть, кто уже посчитает, да, от мировой цены в бюджет Республики Хакаси. Справедливо? На мой взгляд, справедлив такой механизм. Уйти вот от такой жесткой цифры. В текущих условиях, я думаю, можно ввести речь, примерно, ну, о 150, 200, может быть, 250 рублей, да, если говорить о какой-то фиксированном. О чем вы изначально говорили. Да, да, то есть, ну, для текущего момента, то есть, это, вот, реально цифра, ну, в районе 200 рублей, имеет смысл обсуждать. 480, это, конечно, ну, такая, прям, очень оптимистичная, что цена улетит куда-то, там, в верхние пределы. Ну, к сожалению, на таком формате, я думаю, поправка вряд ли пройдет. То есть, должны учитываться колебания мировых цен. Ну, вот об этом тоже, вот, 10% от мировых цель. Цен пишут, уголь виртуально доставлять будете, да, или по железной дороге. Ну, понимаешь, что, то есть, речь о том, что доставка стоит достаточно серьезных денег, и просто 10% от цены, если установить, конечно, не во всех условиях, там, угольщики смогут это покинуть. Поэтому я еще раз подчеркиваю, то есть, до 10%, да, то есть, это, подразумеваю, это 1%, и 2, и 5, и 7, то есть, это уже от конкретно мировых цен, от конъюнктура на мировых рынках. То есть, ну, вот откуда взятая цифра 10, да, то есть, я так, я думаю, пояснил, то есть, почему она, то есть, до 10%, что тут у нас, тоже пишут комментатор, сегодня уголь продаем по цене 1800-2500 за тонну, да, в зависимости от расстояния ТРЖД, но, опять же, апеллируют к тому, что, ну, биржевые цены, они не соответствуют тем реальным ценам, по которым уголь продается. Ну, опять же, здесь возвращаемся к тому, что, скажем, во все нюансы, как угольщики работают, то есть, очень сложно погрузиться, да, вот приводят такие, вот, а мы вот продаем за 2500, а не за 5000, да, а кто тогда за эти деньги покупает, да, уголь, там, вот, по мировым ценам, кто-то же их покупает, да, вы там с разрезом, может быть, и продали там по 1100, да, какую-то аффилированную компанию, мы же тоже понимаем, что есть торговые дома, да, которые, разрез, которым продают, допустим, там, на 100 рублей выше себестоимости, по себестоимости, или по себестоимости, да, он забрал, полторы тысячи накрутил, да, сидя в кабинете, не выходя из него, да, позвонил РЖД, заберите, там, позвонил, что отдайте тому покупателю, все, не уходя из кабинета, да, получили полторы тысячи прибыли, ну, где уж налоги будут заплачены, по какой ставке, но, к сожалению, остается только догадываться, поэтому, и предложение в том, чтобы была фиксированная сумма, справедливая, сели там, обсудили с участниками рынка, да, что эту сумму потянете, она справедлива, правительство согласно, да, его установили, есть у нас ГУЗ-комитет по тарифам, который устанавливает, контролирует тарифы или на электроэнергии, на тепло, на другие сферы, то есть есть специалисты, специалисты, которые тоже суммы миллиардные, там, да, фигурируют, то есть управляет рынком, то есть в принципе механизм рабочий есть, установки вот конкретных тарифов, и здесь может тоже наш ГУЗ-комитет по тарифам этой работой, я думаю, заниматься. Ну, что тут еще говорят, что откуда взяты цифры, да, с потолка претензии предъявляют, то есть просят называть конкретные предприятия, имена, фамилии, цифры, то есть которые недоплачиваются, что без этих цифр все это пустые разговоры, но и здесь я сразу скажу, что разглашение этих цифр является уголовным преступлением, нарушением, то есть это недопустимо. Здесь добавлю от себя, да, что призывы к обнародованию таких вот сведений можно расценивать, как подстрекательство к совершению преступления, да, в свой адрес я могу так расценивать, ну, заявление анонимное, да, то есть предъявить никому, но тем не менее так вот поправочку сделают, да. Главное, главное о том, что МДПИ, он установится для всех предприятий, да, безусловно, для кого-то отдельно, здесь следует ли говорить, называть все пароли и явки, имена, фамилии, если речь идет об увеличении абсолютно для всех предприятий. Нет, ну, здесь комментаторы предлагают разобраться с конкретными разрезами, да, то есть назвать их публично с какой-то высокой трибуны, сказать, что вот фамилию и отчество назвать руководителя разреза, да, сколько он недоплатил, обличить, и вот пристыдить его, да, то есть призывает вот это, то есть я говорю, что это будет уже внести состав уголовного преступления, когда мы разглашаем коммерческую информацию, информацию о налоговых платежах конкретного предприятия, говорить о том, что я не владею этими цифрами, я считаю, это неправильно, то есть цифры у меня достаточно корректные, то есть не из потолка взятые, то есть это и данные статистики, и из иных источников, то есть официально я никогда не оперирую какими-то неподтвержденными сведениями, если я какую-то цифру заявляю, то есть она всегда имеет под собой подтверждение. Если я ее публикую, значит она либо взята из статистики, из каких-то официальных публикаций, там и так далее, и так далее, то есть никогда я цифры не беру с воздуха, какие-то виртуальные, потому что если я их привожу, ну значит они обоснованы, не всегда я их могу опубликовать по причинам, которые я сказал. Высказывалось так вот подозрение, что это какой-то заказ, мне какие-то один разрез заказал, другой, чтобы на него наехать, что я там получаю какие-то за это деньги, то есть вплоть до этого, то есть я так за комментариями слежу, да, то есть это неоднократно мысль промелькивает, что там, ама-маев там получает, наверное, чего-то с этого я, то есть, считаю, необходимо прокомментировать этот момент, никаких дополнительных доходов, там, от как, никто мне не, скажем, ни какой разрез не приплачивает, и не разрез, да, то есть не приплачивает, у меня есть заработная плата, я работаю жестко в рамках нее, у меня есть доход пассивный, да, сдача недвижимости в аренду, то есть мне этого достаточно, сумма достаточно приличная, ни в какие-то такие истории коррупционные, что кто-то мне занес там чего-то там, на кого-то наехать, я в такие истории не участвую принципиально, то есть, поэтому все вот эти подозрения сразу отметаю, но и логики никакой в этом нет, да, что какой-то разрез решил заказать мне там, так скажем, да, по-простому повышение НДПИ, чтобы на какой-то другой разрез наехать. Потому что это коснется его в том числе. Это касается всех, то есть, если мы говорим о Хакасе, вся добыча Хакасе будет облагаться по одинаковой ставке НДПИ, это коснется абсолютно всех разрезов, и всех будет одинаковая ставка НДПИ, на добычу, все должны будут платить с факта добычи. Если какой-то разрез используют схематозы различные, да, так вот назовем их, по уходу от налога на прибыль, ну, к сожалению, все, эта лавочка прикроется, да, говоря по-простому. То есть, все, добыл, заплати. А дальше уже, что там у тебя, какая прибыль, да, то есть, мы примерно понимаем, да, сели с добросовестными участниками рынка, которые мы видим, что они платят, да, то есть, сели, поговорили, они нам объяснили всю экономику, что, да, вот сейчас образуется столько-то прибыли, то есть, мы ее платим в виде налога на прибыль, в бюджет столько-то. Хорошо, давайте берем это за основу, но вы теперь будете платить это в виде НДПИ. Для добросовестного участника разницы нет, да, то есть, он что в виде налога на прибыль платит, что в виде налога по НДПИ, и уменьшает свою налоговую базу по налогу на прибыль. А вот для недобросовестного, который использует различные схемы по уходу от налогов, то есть, все, для него уже эта лавочка прикрывается, все, он заплатит вот эту же сумму, которую платит добросовестный участник рынка. Конечно, это вызывает некоторую беспокойность, тревогу и противодействие, потому что речь идет о миллиардных суммах, поэтому я готов, то есть, не исключая, что и часть комментаторов, да, то есть, с этой, скажем, волны заходит, да, чтобы противодействовать этой единице, но, тем не менее, тут готов отвечать на заданные вопросы. То есть, так, ну, по ЖКХ мы ответили, был вопрос, да, почему вот Мамаев, да, вот именно вот ко мне такой вопрос, почему вот он именно угольщиками занимается, у нас же есть еще золото, добыча гипсер, гелит, там, и так далее, вот, ну, вот, почему же вот он этими вопросами не занимается, да, ну, я, знаете, в таких случаях вспоминаю, вот, президент у нас как-то анекдот рассказал про солдата израильской армии, да, то есть, которого, там, на собеседовании, значит, с генералами, там, ну, вот, идет на тебя, там, террорист, что ты делать будешь, да, ну, вот, я, значит, там, из автомата, из винтовки, раз, все взял в плен, хорошо, молодец, там, а если вот их там трое, да, вот, и с гранатометом, там, это, ну, знаете, я вот там, значит, так-так поступлю, значит, тут шумовые гранаты, световые, там, это, все, значит, ну, молодец, значит, справа, но, вот, слушай, а если вот они на танки едут, да, там, пехота, значит, там, это, снайперы, автоматчики, вот, что-то делать будешь, да, вот, его, товарищ генерал, а я что, один, это в израильской армии, да, вот, я вот вспоминаю всегда вот такой вот анекдот, то есть у нас вот чиновников тысяча человек, да, в правительстве, то есть там множество контролирующих органов и так далее, то есть, и я, то есть, один за всех должен работу делать, мы, скажем так, не лезем во все проблемные места, да, вот УНФ, которые вот существуют вообще, да, то есть у нас штаб достаточно ограниченный, то есть штаб на пять человек, то есть штаб 30, это уже кто на общественных началах работает, то есть достаточно ограниченные ресурсы, больше мы работаем в рамках заявления, то есть и вот это вот предложение, инициатива по повышению ДПИ возникло в рамках рассмотрения обращения жителей Алтайского района, которые к нам обратились в адрес одного из разрезов с претензией о том, что они не доплачивают там, ну, достаточно существенные суммы в бюджет, и вот попросили в этот вопрос вмешаться, как-то повлиять на это, ну, вот мы изучив ситуацию, то есть выяснили, что были проведены налоговые проверки неоднократно, но которые ничем существенным не закончились, да, то есть несмотря на то, что да, факты есть такие, что суммы плачиваются незначительные, но тем не менее все законно, претензий к налоговой инспекции нет, мы перешагнули через налоговую инспекцию, да, сделать что-то больше не ее, с ее правами там и возможностями, конечно же не можем, да, но пришли к пониманию, что надо принципиально менять схему, да, то есть не гоняться за каждым налогоплательщиком, пытаясь уличить его в чем-то, да, взывать к его совести, там говорить о нем на высоких трибунах где-то, да, и говорить, ай-яй-яй, нехорошо, давайте все-таки вот по совести поступать, ну это, к сожалению, не работает, да, вот последние, наверное, 10 лет об этом нам говорят итоги, поэтому вот предложение возникло, то есть кардинальным образом, да, поменять схему, то есть вот добыли тонну, заплатите, то есть и в этом мы видим решение проблемы, поэтому вот с этой инициативой вышли и стараемся продвигать ее. Ваша инициатива, она способна дополнительно привлекать ежегодно в бюджет республики миллиарды рублей, то есть о таких огромных суммах идет речь, это то, о чем, наверное, мечтает вся Хакасия, все население, это очень необходимо регионам. И, казалось бы, эта идея должна была вызвать у общественности суперпозитивную какую-то реакцию, всплеск обсуждений, позитивного характера, одобрительной какой-то реакции, но мы этого не видим. Вот как вы считаете, почему? Неужели среди всех комментаторов одни представители угледобывающих предприятий ведь нет? С чем вы это связываете? Ну, может, я как раз частично, как я уже сказал, и с наличием так заинтересованных, или с комментариев так, но где-то есть люди просто не понимают, о чем речь, да, то есть вот то, что, а, значит, это услуги на ЖКХ вырастут, да, то есть хороший такой вот акцент, да, то есть действительно это люди должно тревожить, да, такая перспектива, но вот как я пояснил, то есть беспокоиться особо нечь. То есть наша котельная работает на буром угле, привозном, да, то есть мы, наверное, многие неоднократно задавали себе вопрос, а почему у нас уголь привозят, да, на нашу ТЭЦ? Мы же сами тут добываем, а она как будто-то Балахтинский, там, уголь везут, да, за сотни километров. В чем дело? А вот дело в том, что у нас ТЭЦ именно вот на, построены в расчете на бурые угли, а у нас добываются энергетические, поэтому наш уголь, на наши же внутренние котельные, он не подходит, да, ну где-то может такие негативные комментарии, я даже затрудняюсь, честно говоря, так вот причины. То есть вы связываете с некоторым недопониманием всей сути вопроса? Безусловно, потому что вот я не вижу никаких отрицательных моментов, ну странно звучали, конечно, переживания о судьбе угольщиков, что вот они бедные, несчастные, вот чуть ли не, еле концы с концами сводят, а вы еще их хотите дополнительно тут перестроить в схему налогообложения, да, и взыскивать с них налоги. Они же вот там технику покупают, они же там зарплаты платят, благотворительностью занимаются, социальную нагрузку несут и так далее, и так далее. У них вот там себестоимость, значит, там тонны угля, допустим, там тысяча рублей, да, ну она примерно сейчас 900-1100, такая цифра себестоимость. Вот они же столько вот вкладывают, да, ну извините, 18 рублей в бюджету, долю, ну, то есть тысячу рублей вы считаете справедливым, там за технику отдавать, за ГСМ и там еще за что-то, это вот считаете нормальным. А бюджет, допустим, долю там 150-200 рублей отдать, то есть это уже какие-то чрезмерные претензии, то есть неоправданные, несправедливые, ну я не разделяю такую позицию, но тем не менее, довольно значительно доля комментариев, вот именно звучала в таком кульче, что вы тут угольщиков хотите обидеть, да, отнять у них там последнюю копейку. Странно, это, конечно, звучало, но тем не менее, это прозвучало, то есть вызвало такое вот недоумение у меня. Будем с вашей помощью доносить до населения все плюсы и инициативы данной. Поэтому спасибо вам за пояснение для наших комментаторов. Думаю, для них это будет очень полезно. И это вызовет не исключено новую дискуссию. Я готов к обсуждению. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok